добрый день добрый день дорогие мои любимые козероги знаю что ждете пишите волнуйтесь вот он ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 год дождались ребята опять вот с такой красивой картинкой вот правда вам везет на такую красивую картинку поэтому присаживайтесь поудобнее я буду рассказывать вижу много пишите очень интересно читать ваши истории да они к сожалению такие сложные они напряженные они заставляют задуматься принять мудрость ответственность на куда же уже больше казалось бы да но ребята вот такой вот знак зодиака до сложный ответственный мощный да если не потеряет актуальность это видео то вы в декабре не знаю кто сможет смотреть или не до обычно уже там в конце декабря не смотрят гороскоп на декабрь же смотрят на следующий месяц да но в конце декабря начнете запускать свои дни рождения свои соляры до дни рождения для козерогов это не просто так не просто так новый календарный год начинается с козерога потому что козерог это тот знак который планирует тот знак который гипер ответственный кто не может расслабиться и отпустить тот самый контроль для того чтобы ну вот просто полежать на диване настоящий козерог всегда трудится всегда пашет настоящий козерог всегда думает о практичном прагматичном будущем не просто как бы работа там вот такая вот веселенькая интересная она должна обязательно приносить деньги это должно быть обязательно статусно это должно быть обязательно основательно долго продолжать не буду про вас дорогие козероги вы и так это все знаете я лучше выпущу для вас большое такое мощное интересное видео как раз к вашему дню рождения для того чтобы сонастроились со своим знаком да а пока гороскоп пока как говорится на декабрь хотела бы я вам сказать что месяц будет очень сложно нет по сравнению с ноябрем декабрь будет проще если только смотреть с точки зрения эмоционального выхлопа с точки зрения эмоциональных переживаний то интересно да то здесь конечно же стоит обязательно обратить внимание ваши отношения ваши отношения к вашему прошлому что вы делали ранее и ваше отношение к вашему будущему, что вы хотите вообще в принципе сделать, ваш по жизни компас, он какой, к чему вы стремитесь, чего вы хотите сделать. Перед днем рождения всегда происходит вот такое осознание, приходит такая некая мудрость, приходит понимание, что где-то сделал, не сделал, не доделал, бросил, не хватило терпения, то есть вот такая история. Здесь, пожалуйста, мои дорогие, любимые козероги, знаю, что вы и так все знаете, знаю, что вы и так все делаете, но подведите, пожалуйста, черту этого своего года, календарного, своего персонального года, в зависимости от того, когда у вас день рождения, мудро. Почему? Потому что как раз таки, когда будут запускаться ваши дни рождения, будет разворачиваться Юпитер. Юпитер планета мудрая. Юпитер планета, который дает социальный статус выше на основе мудрости, более легче. Потому что очень многие козероги мне говорят, пашу, пашу, а выхлопа никакого, да что же за знак зодиака-то такой, да. Многие его ненавидят, многие переживают, потому что, ну, на самом деле, это нужно иметь великую силу и мощь для того, чтобы вот так вот идти по жизни мощно, да. Не у всех хватает терпения, многие перестраиваются и живут по луне, ленятся, да. Такое состояние переходит в пассивное больше, да. И просто такая пахота идет как бы в пол такая, да, без большого мощного результата. А результат для козерога – это как раз таки повышение социального статуса, повышение уровня нормы. Так вот, попробуйте запускать этот свой год больше с мудростью, да, для того, чтобы осознавать, что все-таки хочется вашей душе, не как положено, не как надо. Потому что мы сейчас стоим на переходе как раз таки вот этой эры водолея, да, и две мудрые планеты душевные как раз таки в декабре разворачиваются. Это естественно, естественно, для вас привнесет большой, большой вклад на вас, отложит. Но суть здесь в чем? В том, что месяц будет для вас несложный, месяц будет для вас очень продуктивный. И многие дела, которые у других знаков зодиака не складываются, да, у многих не получится, у вас получится. Получится легче, чем обычно. Но фишка заключается в том, если вы подключите мудрость, если вы подключите душевное свое вот это тепло, для вас это сложно, я знаю, потому что в условиях пахоты, как говорится, в условиях крайнего севера, да, в горах невозможно быть нежным, да, то есть горы это такой основной прототип Козерога, да, поэтому здесь, конечно же, подключить вот эту самую мудрость будет сложно. Месяц, плохо чем, что вы можете залениться. На фоне других месяцов вы можете залениться и уйти в ничего не делание. То есть вот этот продуктивный момент, когда будет даваться легче, вы можете пропустить. То есть там отдать свои дела куда-нибудь, там на откуп чему-то, да, то есть другим эмоциям, переживаниям, там праздник, конец года, надоело, устал, ну все, ну сколько можно. Нет, держите, как раз таки концентрируйтесь в декабре на своей работе. Первое начало, ну то есть первая неделя декабря, да, самое начало в работе будет немножко напряженно. Но это только начало первой недели декабря. Вот только оно, да, оно будет такое агрессивное, мощное, злое, с надрывом будет все получаться. Здесь, конечно же, фонит энергия, полнолуние, которое случилось 27 ноября, да, поэтому здесь, дорогие, понимайте, что вот с полнолунией до первой недели декабря вот-вот, вот такое состояние, да. Но буквально уже с 5 декабря уже все станет прям хорошо. В финансах будет тоже очень хорошо у вас. Вообще, в принципе, весь декабрь, дорогие, у вас с финансами все хорошо. Получите прибыль, подсчитаетесь, нормально. Классное время для того, чтобы вкладывать до ретроградного Меркурия. Да, с 12 декабря у нас ретроградный Меркурий, поэтому здесь аккуратнее, аккуратнее с вложениями, аккуратнее с тратами, аккуратнее с документами, с папирками, с договорами. Все, что вы договорились, проверьте, подсчитайте. Если собираетесь что-то покупать и продавать, желательно это сделать, если вы собрались что-то покупать, желательно купить до ретроградного Меркурия. Если вы собрались что-то продавать, что у вас давно не продается, не получается это продать, продавайте в ретроградной Меркурии. То есть нормально. В ретроградной Меркурии вообще в работе нужно делать то, что вот вы когда-то начали делать, а сил терпения не хватило, надоело, устали. Вот эти дела делайте в ретроградной Меркурии. Будет хорошо, получится, сделается. Поэтому первая половина декабря она будет классно заниматься и новыми проектами, и вложениями, и покупками, и даже продажами. Выгоду получите однозначно свою. То есть здесь такие все финансовые маневры, работа с ювелиркой. Если вы хотите инвестировать в ювелирку, в недвижимость, прекрасное время. Прекрасно будет хорошо все складываться здесь, даже вообще точно аспект с Венерой прекрасно получится. Вот это вот все сделать, провернуть в документах, хорошо все грамотно закрепить, понять, договориться. Несмотря на то, что будет разворачиваться Нептун, планета эмоций, планета вот таких переживаний. Ну что, вы просто понимаете, что это Нептун. Если же у вас много в натальной карте нептунианского, тогда понятно, на вас это будет иметь. Иметь такой след, отпечаток, будете эмоционально относиться к делам. Ну, творческие проекты повиснут, дограниться будет сложно. То есть те проекты, которые требуют вдохновения и расширения мировоззрения, да, они немножко просядут, они прям остановятся. Вот такое будет ощущение. Но потом Нептун развернется, и уже во второй неделе, во второй неделе декабря все будет прекрасно. В новый лунный цикл Нептун войдет в директном своем положении. Все будет хорошо, все будет прекрасно, поэтому здесь не о чем переживать, да. Что касается новый лунный цикл, 12 декабря, новый лунный цикл, ретроградный Меркурий. Вот эта неделя, третья неделя декабря, в работе хорошо делать старые дела. Те, которые начинали когда-то, не получалось, было сложно, не хватало вдохновения, терпения не хватало, да. С ними прекрасно все делать. Но здесь будьте, помните, ретроградный Меркурий это история, мне уже все машут. Ретроградный Меркурий это история, когда нужно быть внимательными в документах, нужно быть обязательно внимательными на дорогах, потому что, помним, у нас еще накладывается конец года. Все бегут, все торопятся, праздники, завершить дела, завершить проекты, получить прибыль, закрыть все календарно в документах, чтобы не осталось хвостов, да. Естественно, все бегут по магазинам, подарки туда-сюда, застолья, да. И что, просто нелепо, невнимательность. Травмоопасное время, третья неделя декабря, еще не очень, но зато четвертая, последняя, финальная неделя декабря, агрессивная, агрессивно напряженная, да. Здесь еще, конечно, здесь еще, конечно, в любовной сфере у вас возникнут небольшие переживания, но эти траблы легко-легко изменить, понять, договориться, ну, для того, чтобы встретить новый високосный год в совершенно прекрасном расположении духа, да. Но про это еще чуть-чуть дальше. Что касается опасности, то здесь, пожалуйста, во вторая половина декабря, будьте внимательны, что подписываете документы, обещания, данные. И в работе, если что-то не получится, или получится не так, как вы планировали, просто отложите это на январь. Да, я знаю, сложно, меня, по-моему, решило затопить, но нет, красота-то какая. Знаю, что будет сложно, знаю, что будет сложно, но подведите честные итоги и не расстраивайтесь очень сильно, знаю, захочется расстроиться, но терпение, пожалуйста. Итак, четвертая неделя декабря, разворачивается Юпитер. Планета материального благосостояния, мудрости, высшего образования, своей философии по жизни, планета удача, благополучия, да, везения, как ее любят говорить. Поэтому, дорогие, понимайте, что в момент разворота Юпитера все как-то станет вот застопориться. Все, с чем связан Юпитер, вот это остановится, и везение, и благосостояние, и тому подобное. Но уже буквально, уже буквально 31 декабря он развернется, пойдет в нормальное директное положение, и здесь будет нам всем счастье. Расслабимся, но это, как говорится, уже будет неважно. Плоды и результаты развернувшегося Юпитера мы увидим только в январе. Поэтому, дорогие, если что-то будет получаться не так, как хотелось, ну, понимайте, что так бывает. Так случается, наступит Новый год, и все станет хорошо. Что касается любовной сферы, то у вас здесь, дорогие козероги, я хочу сказать, что тоже прекрасный месяц. Да, будет немножко сложновато в начале декабря, буквально несколько денечков, будет сказываться вот это напряжение ноябрьских транзитов, переживаний, полнолуний, событий и тому подобное. Но уже в целом месяц, хочу сказать, что такой будет понимающий, месяц будет классный, месяц будет спокойный, ровный, никаких вот таких душевных терзаний и переживаний. Конечно же, это не относится ни ко всем козерогам, это такой общий гороскоп для всех. Поэтому, дорогие мои, понимаете, если у вас в жизни случилось что-то, то у всех случается не могут условно 500 миллионов козерогов жить по одному сценарию жизни. Поэтому, естественно, если у вас персональный вопрос, оставляйте в комментариях по этому видео, либо, конечно же, ссылки в шапке профиля, ссылочка на сайт, и там записывайте на консультацию, поговорим о вашей ситуации лично, индивидуально, без, как говорится, лишних глаз. Вот такие дела. В личной жизни в целом в декабре будет все хорошо, будет без переживаний. Однако, последняя неделя декабря на фоне окончания года, на фоне накопившейся вот этой энергии, сложности, нереализованных дел, потому что Юпитер, который останавливается, он как раз-таки дает вот эту энергию для предъявления претензий. То есть у нас, когда что-то не получается, так заложен человек, его сущность основная. Если что-то не получается, мало кто редко говорит, что это вот я такой плохой, там я не получилась. Накопленные эмоции, энергию начинают выплескивать на всех, кто вокруг. Поэтому здесь, конечно же, конец месяца, последняя его неделя, оппозиция с Ураном, захочется хлопнуть дверью, подать на развод, уйти, разругаться, больше не видеться, не общаться и тому подобное. Так себе тактика, потому что уже буквально к 31 декабря все это поменяется, будете сожалеть. Не делайте, поймите, что что не сделали, не доделали, примите ответственность на себе и идите дальше по жизни хорошо. Хорошо, да, вместе, не надо ругаться. Ну и что, Сатурн с Венерой как раз-таки наступают на грабли, те самые момент взаимоотношений, когда нужно, необходимо вместе, конечно, общаться, вместе, конечно, наводить совместный быт, уют, быть ответственным за то, что у вас есть семья. Здесь, конечно, Сатурн в квадратуре с Венерой про это прямым текстом говорит, что, ребята, в личной жизни необходимо начать трудиться, внимательно относиться к партнеру, к сказанным словам, принять ответственность в прямом смысле, плюс еще ретроградный Меркурий, который постоянно вносит нотку недомолвок, недоговоренностей, то есть ломается коммуникация, поэтому здесь, ребят, просто будьте ответственностью, понимайте, что вот такое напряженное скопление аспектов на небе, но все это, все это выруливается с помощью труда, с помощью труда и романтики, которую мы сами создаем. Вот такая любовь получается у козерогов на декабрь 2023 года. В целом, дорогие козероги, я не скажу, что месяц для вас будет сложный, я не скажу, что он будет ужасный, что он будет прям дико напряженный, нет. Он на фоне остальных месяцов будет достаточно расслаблен, он будет достаточно спокойным, и здесь, конечно же, не предъявляйте претензии близким, предъявляйте их себе, понимайте, почему вы их себе предъявляете. Понимаете, говорю уже вот как для всех, да, мы переходим в Новый год, 2024, он високосно, он требует от нас еще больших энергетических, да, и физических затрат, поэтому подводите итоги 2023 года мудр. Это год, который был промежутком между 2022 и 2024, то есть между годом, который поменял у многих людей реальность 2022, и год, который неопределенный и високосный, который мы привыкли ждать ничего хорошего, да, но будет, будет хорошее, все равно оно будет, не бывает так, что все было везде плохо. Поэтому и 2023 год он взял от нас очень много энергии, и мало что дал, да, результаты года будут у всех разные. Сразу забегая вперед, скажу, что не все получится то, что хотелось, скажу больше, получилось очень мало из того, что хотелось и делалось. Сил было вложено очень много, катастрофически много, но выхлоп будет мало, поэтому, дорогие мои, подводите итоги этого года перед своим днем рождения, как очередной этап своей жизни. Да, получилось вот так, но хочется вот так. Готовы работать ради этого? Не готовы работать? Если готовы, собираемся, бой курантов, отдыхаем, наслаждаемся, проводим качественно семейные праздники, наслаждаемся общением с близкими, с семьей, и в январе, как говорится, начинаем новую гонку по кругу. Да, мы как те белочки, которые новый год начинается, и еще трудимся. Да, мы грядем в эру водолея, когда нам всем необходимо трудиться, когда нам всем необходимо развиваться, когда нам необходимо делать то, для чего мы пришли в эту жизнь, для чего мы пришли. Заняться в прямом смысле нашей реализацией. И у нас это все получится, мои любимые. Что, дорогие козероги, вот такой был гороскоп на ваш декабрь уходящего 2023 года. Обязательно будет еще большое видео про вас. Будет ваш персональный гороскоп на 2024 год, он выйдет в начале декабря. И в конце этого видео ссылочка на все гороскопы декабря. Смотрите себя, смотрите своих близких, отправляйте им ссылочки. Если у вас остались вопросы, оставляйте его здесь, в комментариях под этим видео. Обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения, и ваш четкий, полный вопрос, который вы хотите узнать от меня ответ. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было полезно. И увидимся с вами в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok